Здравствуйте. Пурган в стиле болтовня. Я немного приболел, но я думаю, это не помешает вам слушать. По поводу успеха в столе арки. Вова вечером уйдет в воду, а я вечно догоняю. Ну как догоняю? Я реагирую на то, что он говорит. В первой части, в принципе, он сказал самое верное, а остальное уже было лирикой. С чем я не могу не согласиться. Купите вы хоть 3D принтер, хоть ЧПУ, хоть что угодно. Если вы сами не можете быть интересным, это вам не поможет. Если вы сами не обладаете определенными качествами. Это мало поможет. Дело в том, что надо видеть свою дорогу четко впереди. А если есть такое только смутное предощущение, причем это смутное предощущение желания успеха последующего, то ничего у тебя не выйдет на самом деле. Это мечта обо всем и ни о чем, о каких-то кренделях небесных. Которые, ну если ты не видишь, как ты можешь идти, да. Что касаемо самого слова успеха, успех слова говеный, на мой взгляд. От него дурно пахнет корнеговщиной. И всеми этими новомодными примочками. Мне всегда казалось, что можно назвать свое дело, да. Свою работу. Но я могу что рассказать? Могу рассказать только о личном опыте. И то вкратце. Когда я сюда приехал в 2005 году, у меня уже была мастерская на Украине. В школьной теплице. Тогда было три фактора, которые, в общем-то, привели, скажем так, к тому результату, что я это все похерил. Первый фактор у меня просто элементарно не было оборотных средств. То есть, нереально было конкурировать даже с самыми маленькими фирмами, которые могли себе позволить плиту там купить, раскрою и все такое. У них были уже станки, у меня этого у себя не было. То есть, буквально за каждой петлей надо было ездить под каждый заказ. Ну, это бензин, время и так далее. Соответственно, затевать что-либо без денег вообще. Крайние. Вы можете выгребить, но это будет условно из последних сил. Как на фронте, под танки. В общем-то, с малой надеждой, но какой-то результат. То есть, сголой жопой затеваться. Но это надо очень упрямый характер иметь. И бешеную работоспособность. Это первый фактор, который вам может мешать. Второй фактор. Я действительно не видел, что дальше. Ну, делать корпусную мебель, как все. И что? Собственно, я ничего другого предложить не мог. Он просто подбирал каких-то заказчиков. Как говорят во Франции. От губ до ушей. Ну, то есть, по рекомендации, по простонародье. Ну, мне, как бы, по отношению к делу своему. Как-то я там худо-бедно свою работу делал. Поэтому людям некоторым нравилось. И, соответственно, каких-то и клиентов я имел. Второй момент. Это он и вытекал из первого. Не было оборотных средств. Значит, не было производственной базы. То есть, все станки были самодельны. И чисто технологически я проигрывал эту гонку. То есть, я все делал на коленке. С бешеным трудовложением. В простейшие вещи. Соответственно, себестоимость изделий была крайне высока. И просто я делал маленький объем за месяц календарный. Соответственно, зарабатывал там гроши какие-то. Третий момент. Немаловажный. Который тоже, в общем-то, это то, что надо было подрасти. Я не осознавал, что я еще не вырос. То есть, я был в самом ужасном состоянии, которое может быть у человека. Я был уже немножечко лучше, чем наемный рабочий. Но еще гораздо, гораздо мне хуже, чем по своему уровню сознания. То есть, все же здесь в голове происходит. На самом деле, твой результат будущий, он здесь. Иногда можно не начинать, просто анализируя себя и свои действия, свои мысли. На тот момент, объективно, я был не готов работать самостоятельно. Я это понимаю сейчас, оглядываясь назад. Тогда я, конечно же, этого не понимал. То есть, у меня были эти смутные подозрения, что я не тяну. Но, наверное, не видел именно в этом тоже проблемы. А это одна из коренных проблем. То есть, самое страшное для человека, если он уже вырос из наемного рабочего, но еще не дорос до патрона. И некоторые люди так никогда и не вырастают. Это еще не факт. Если вы уже лучше ваших собратьев по ручному труду. Это еще ничего не значит. Иногда ваши амбиции вам очень сильно будут вредить впоследствии. Потому что вы будете воображать, что вы уже на что-то способны, а на самом деле вы еще не способны ни на что. Поэтому, если минуя этот опыт украинский, сейчас приступим к французскому. Но, повторюсь еще раз, Володя прав. Все от способности видеть твои и от способности предложить нечто. Но я в своем ролике тоже говорил до этого, что на самом деле вся работа будет из интернета. Если люди это поймут, то самое главное, чтобы амбиции не мешали, что разделение труда. Надо просто понимать, что в тебе не обязательно может сочетаться мастер, художник, коммерс, человек, способный втюхать что угодно и так далее, и так далее. Это очень сложно. То есть, для того, чтобы какой-то результат практически получить и иметь твердый кусок хлеба, надо массу факторов сочетать в одном лице. Если этого нет, то тут не поможет ни ЧПУ, ни все остальное. Значит, теперь про меня самого. Мне мешала очень большая эльбизия. Я с 2005 года по 2011 потратил 6 лет впустую на ожидание. Я ожидал, что меня заметят. Ну, нас как учили в Союзе. Европа все для людей. Европа – это что-то такое. Это почти райские кущи. Это загробная жизнь, которая случится с тобой уже сегодня. И 40 девственниц, и молочные реки, и кисельные берега. На самом деле все не так. Во-первых, я осознал только в Европе, что мы не умеем работать. Ну, кому-то понравится, кому-то нет. К сожалению, большинство моей аудитории люди сами головаста-рукастые. И, конечно, применяя на себя это выражение «мы не умеем работать», они сразу будут возмущаться. Что за херня? Как это мы не умеем работать? Да мы вьюбуем, как проклятые. На самом деле это не так. Все познается в сравнении. Мы не умеем работать. Это объективная реальность. Это одна из причин отсутствия серьезных результатов по сравнению с ними. Чтобы это понять, надо потратить массу времени и прочувствовать это на своей шкуре. Когда я работал водопроводчиком, скорость продвижения этажа на стройке этажа один день. Один день они успевали заливать бетон вокруг меня, ставить опалубку на следующий этаж, пока я тянул вертикально свои трубы. А плакисты там и все остальные делали свою работу. Это все было слажено, по участкам организовано. Один день, один этаж. Это не комсомольская стройка и не сталинская. Это обычная скорость. Была. И сейчас есть. Просто потому, что это нормально организовано с логистикой, с технологией, со всем остальным. И потому, что люди специализируются, конкретно каждая фирма, на своем. То есть на стройке во Франции, например. Это, кстати, большой урок был. Именно для того, чтобы получать свой твердый кусок хлеба. Это специализация. То есть у них нет одного подрядчика. Есть головной подрядчик типа Бюик, который берет заказ, допустим, у правительства или у крупного банка или еще у кого-то. И он потом отдает массе-массе просто маленьких фирм, которые каждый отвечает только за свое. Там есть хреновая куча архитекторов, которые, значит, это все контролируют. Раз в неделю происходит ренеон и так далее. Поэтому этому есть чем поучиться. Теперь ко мне. Значит, у меня, поскольку были эти иллюзии, что здесь райские кущи, то я все ждал, выбиваясь из сил на работе на одного, потруднен на второго. Я работал много, и я старался по-настоящему, что меня оценят. Но потом я понял, что пока ты патроны не скажешь повысь мне зарплату, сам он тебе его не повысит. Никак на жизни. Но только если совестный очень или умный. Умный патрон повысит, понимая, что ты просто от него уйдешь, если ты ничего не сделаешь для него. Но умных мало. Поэтому чаще всего вы ничего не дождетесь, ожидая, что сейчас вас заметят. Вас никто не заметит. Значит, когда я начинал, я фактически просек единственную тему, когда я понял, что я далеко не уеду, работая на дядю, что здесь то же самое, что у нас, а в некоторых случаях даже хуже. Лучше только общая экономическая обстановка. Собственно, это и порождает миф о лучшем о качестве того и этого и всего остального. Общая обстановка. Просто у них нет войн, революции, потрясений всяких. Вот потому, собственно, вспомните Украину кучмовского периода. Более-менее все нормально жили. Поэтому в любой стране сделайте стабильную какую-то обстановку и рано или поздно люди начнут богатеть просто из-за этого. Что дальше происходило? Я единственное, что понял, что у кого дело прет, он очень быстро проскакивает тот уровень, когда заниматься будет мелочами. То есть у них у людей серьезный заказ, допустим, на 10 тысяч евро какой-нибудь, который они спокойно делают за две недели. Они никогда никого не отправят из своих ценных работников для того, чтобы там подобрать какие-то 200 евро. И я свою, так сказать, свою политику вел от этого. Я подбирал сопли за всеми. То есть я делал финисьон. Неблагодарную работу, за которую никто неровно делает, не берется. Поскольку у меня есть определенные черты характера, позволяющие это делать, я приезжал на стройку и доводил долматом какой-нибудь шкаф, тумбочку, еще что-то. Ну, в основном какую-нибудь мелочь делал, которую никто не хотел браться. Я ее делал довольно быстро и поэтому в принципе моими услугами пользовались. Второе, что я крепко усвоил, что меня не волнует, сколько зарабатывает человек рядом со мной на моем труде. самое главное, чтобы я получил те деньги, на которые я сам рассчитывал. И, соответственно, я всегда думал так, чтобы моя сумма позволяла ему приклеить свои деньги, архитектору свои деньги и после этого это еще можно было бы продать клиенту. Соответственно, здесь надо очень во-первых, разумно подходить к своему ценообразованию, знать цены хорошо, знать, сколько чего стоит и за сколько делается. И очень важно, крайне важно, быть хорошо организованным. то есть делать работу быстро. Если вы не быстро делаете работу, вы не о каком результате, не о каком продвижении вперед, а это технология. Кстати, поскольку так сумбурно я рассуждаю про технологию, то, например, ЧПУ, я рассчитываю, да, мы купим ЧПУ, вероятно, для каких-то своих ассистентовских дел, еще один. У нас есть центр, но я думаю, мы кое-что купим. Но не в этом дело. Для металлопластиковой обработки это, наверное, да. А вот что касаемо деревяшек, ЧПУ, на мой взгляд, это расширение палитры, но вообще никак не панацея. Ночи купить хоть 5 ЧПУ, и у вас не будет ни одного заказа. Ну, что касаемо скорости ЧПУ, то определенные изделия я могу делать с скоростью выше, чем ЧПУ. Вот в чем дело. Потому что ЧПУ тоже будет требовать оператора, которому надо закрепить заготовку, открепить заготовку. У него есть свой ритм работы, он с определенной скоростью работает. ты его не погонишь и не притормозишь, что он себе работает в своем ритме. И плюс, если у тебя нет башки, то твое ЧПУ там же ты программу пишешь. В общем, я к чему иду. Пришлось очень многое осознавать. То есть, мне кажется, вообще для каких-то практических результатов, для достижения определенных целей, если они у вас есть, надо много думать. И тут надо критически смотреть в первую очередь на себя и на свои действия. Дело в том, что я никогда меня особо не волнует, когда человек рядом дурак. Но это его проблема ему с этим жить. А вот когда я дурак, я переношу болезненно. Очень болезненно. Потому что я понимаю, что я ошибся, я неверно думаю, я неадекватно реагирую. Соответственно, завтра я буду делать то же самое, не понимая сути проблемы. Поэтому тут надо еще каком-то определенном недосамоедство, конечно, самоанализом заниматься. Потому что можно себя так закушать своими сомнениями, так задраконить, что света белого не увидеть. Поэтому вот, тут надо все с умом делать. Значит, что было дальше? Дальше потихоньку меня заметили, я наработал клиентуру. И тут тоже очень важно. Дело в том, что с клиентами, когда ты имеешь дело, тебе дают там всякие сопли. потом через время у тебя появляются пожирнее клиенты. И первая ошибка, которую делают все, это потихоньку или морозиться от старых клиентов, или допустим просто отказываться от работы. Что-то Спасибо.